Всем привет, друзья! Сегодня с вами Женя и я приглашаю вас на Кухню Вкуса ТВ для того, чтобы приготовить один из самых замечательных тортиков, который называется Рафаэла. Этот торт буквально тает у вас во рту. Он настолько нежный, он настолько ароматный, у него такое приятное, тонкое послевкусие кокоса, что я уверяю вас, вы только начнете и не сможете оторваться от него, потому что он действительно настолько вкусный. Поэтому, если я вас заинтриговала, если вам хочется его сейчас же попробовать, то потерпите немножко, давайте приготовим и там дальше будем наслаждаться. Так, для начала взбиваем 4 яйца комнатной температуры с сахарной пудрой, либо с песком. Все это хорошенько сейчас взобьем в такую очень беленькую, хорошенькую пену. Прежде чем начать готовить, за час доставайте все продукты, которые будете использовать, чтобы они были все одной температуры. Тогда тесто должно получиться очень хорошим и вкусным. Поехали! Далее, пока взбиваются наши яйца, я здесь сейчас приготовлю миндальную муку, у меня ее нет, поэтому буду делать сама. Я немножко, я взяла миндаль, подсушила его в духовке немножко, буквально, чтобы он такой был не сырой, где-то минут 15-20 при температуре 120 градусов. Смотрите их сами, как, может, в интернете поищите, может, что-то получше есть. И сейчас я буду в блендере взбивать это все в такую, ну, в общем, в муку. Да, вы можете поискать в магазине, возможно, у вас в ближайшем магазине найдете эту муку. У меня близенько здесь не было ничего, а идти далеко мне нет возможности, поэтому будем делать сами. Смотрите, какие потрясающие яички у нас получились, такие воздушные, с пузырьками, такая прям, ну, прелесть, прелесть. Ой, вкусняшка! Сейчас будем взбивать наши белки. Хотя, в принципе, гораздо логичнее взбивать по-другому. То есть, например, сразу взбиваете белки с щепоткой соли, а потом уже взбиваете желтки, потому что после белков вы миксер, точнее, вот эти вот венчики можете не мыть, можете сразу же взбивать желтки, а вот после желтков обязательно надо хорошенько помыть венчики, обязательно их просушить, чтобы ни капельки водички не было. И только тогда можно взбивать белки, потому что, если в белки что-то попадет, либо желток, либо вода, либо жир, в общем, неважно что, любое что-то инородное, то они будут плохо взбиваться. Поэтому учтите, имейте в виду, не делайте такой ошибки, которую сейчас я допустила, хотя, ну, не страшно. Сейчас добавляем щепотку соли и взбиваем наши белки тоже до устойчивых пиков. Итак, вот она соль, чуточка. Вот он наш миксер. И поехали! И наши белки тоже готовы. Они, видите, уже полностью такие прям не двигаются, то есть все в порядке. И проверять их, знаете, как можно? Сейчас я вам покажу, как их можно проверять. Вот так вы берете и проверяете. Прорезло! Все нормально. Обычная пшеничная мука. Вот она уже, миндальная мука. Кстати, она у меня такая коричневая, потому что я не снимала шкурку. То есть вы можете почистить. Но я, честно говоря, решила не заморачиваться. И мне показалось, что так даже будет, наверное, интересно. Интереснее. То есть тесто будет такое необычное. Ну, в общем, посмотрим. Значит, смешиваем вот эти две муки. Так. Хорошенько все перемешаем сейчас венчиком. И будем смешивать яйца. Наши миндальной муки с обычной мукой добавляем сейчас в желтки. И на маленькой скорости с помощью миксера, либо венчиком, как вам удобно, перемешиваем. Теперь в яичную смесь добавляем наши белки. Но уже, естественно, без миксера. Аккуратненько. Так. Вот так. И постепенно вот так вот снизу вверх стараемся распределить белки по всему тесту. Сильно не колошматим, чтобы белки, в общем, не потеряли свой кислород. Вот этот воздух, чтобы они оставались такими же воздушными. И еще нам нужно добавить в тесто 28 грамм растопленного сливочного масла. Потихонечку аккуратно перемешиваем. Это готово. Сейчас берем противень. Я его застелила пекарской бумагой. И выпекать наше тесто буду именно вот на противне. То есть сейчас я его вылью и разровняю, чтобы толщина теста была где-то около сантиметра. То есть очень тонким делать не надо. Вот так вот я по всему противню растянула наше тесто сантиметр где-то высотой. Сейчас отправляю в духовку на 170-180 градусов до приготовления. Смотрите, далеко не отходите. Тесто тонкое, приготовится быстро. В общем, наблюдайте, когда оно покроется такой золотистой красивой корочкой. Все, готово. И не пересушите, да, потому что, ну, в общем, будет не очень вкусно. Оно должно все-таки сохранить вот эту влагу, которая внутри. И тогда будет вообще просто замечательно. Долго я думала, какой же крем сделать. И все-таки решила попробовать крем на заварном. То есть крем со сливками он будет, но на заварном. Основа будет заварного крема. Значит, для этого мне понадобится 2 желтка. Либо, в принципе, можете взять, например, 2 яйца. Да, ну, я возьму 2-3 желтка. Далее. Здесь у меня сахар вместе с кукурузным крахмалом. Если у вас нету кукурузного крахмала, можете заменить его смело мукой. В принципе, большой разницы не будет. Дальше. Молоко. Я взяла кокосовое молоко. Ну, раз уж это торт Рафаэлла, то там должно быть это послевкусие. Однозначно, кокосовое молоко. Я его обожаю. Я его пью с кофе. В общем, готовлю на нем каши. Ну, на самом деле, очень вкусно. Вот. И сейчас можно заменить обычным молоком. Дальше сливки. Это будет потом. Ванильный сахар тоже попозже. И кокосовая стружка. Вот. Тоже все попозже. Сейчас соединим желтки вместе с сахаром и с крахмалом. Так. Все хорошенько сейчас венчиком размешаем. Добавляем сюда же кокосовое молочко. Все размешиваем и отправляем на водяную баню. Для водяной бани у меня уже водичка стоит в кастрюле. Сейчас она будет закипать. Я поставлю вот эту кастрюлю внутрь, но так, чтобы не вода, горячая вода не дотрагивалась до вот этой смеси, до этой кастрюли. И вот так соем помешиваем до загустения доводим крем. Это займет некоторое время. Но не отходите, не оставляйте, чтобы он не взбился комками. Спустя где-то 15-20 минут я проверила спичкой. Наш бисквит уже готов. Поэтому подождали где-то 10 минут, чтобы он остыл. Ну так совсем чуть-чуть. И сейчас я его так перевернула. Так вкусно пахнет. Ох, боже мой. Ох, боже мой. И сейчас вот так вот вытираем эту пленочку. Аккуратненько. Видите? Как по маслу. Ю-ху. Вот такая красотень у нас получилась, товарищи. Сейчас будем вырезать. С помощью формы у меня получилось вот такие 4 заготовки. Небольшие. Это совсем маленькие. Вот у меня форма. Резак вот такая. Если резать другой формой побольше, то, естественно, будет не 4, где-то 2, либо 3. Ну, как у вас получится. Дальше. Вот тут же наш крем. Он уже, видите, такой густой. Я его сняла. Я остудила полностью. Сейчас будем его доводить до конца. До ума. Значит, здесь у меня холодные сливки охлажденные. Я перед тем, как их взбивать, положила в морозильник на минут 20. Они даже замерзшие практически. Ну, так, слегка. Как мороженые. Сейчас я их взобью в такой хороший такой спик. И соединю вместе с нашим кремом и с нашей кокосовой стружечкой. Поехали, товарищи. Хорошо взбили наши сливки. Можно сюда добавлять сахарную пудру, когда взбиваете. Но вот этот крем основной у меня достаточно сладкий получился. Поэтому я решила пока не добавлять в сливки сахара. И сейчас буду смешивать сливки с кокосовой стружкой. Немножко размешивая, точнее, миксером перемешивая. И дальше постепенно буду вводить вот этот наш основной заварной крем. Густой крем у нас получился. Сейчас все, собираем тортик просто обычным. Слой бисквита. Крем-бисквит, 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 крем. И так до конца. Также у меня деревенские яйца и желтки такие, знаете, очень желтые. Поэтому крем немножко не совсем белоснежный. Но, в принципе, это абсолютно не страшно. Можете крем наносить с помощью кондитерского мешка. Я же буду просто класть его ложкой. И вот так кладем наверх следующий слой. И все повторяем. Вот что у меня получилось. Такой высокий небольшой тортик. Я его сейчас просто сделала пока черновую обмазку кремом. То есть убрала все крошки. Собрала так, чтобы они в кучку все собрались. И, в общем, после нескольких часов можно, в принципе, покрывать нормальным слоем крема. Но я даже этого делать не буду, потому что крема достаточно. То есть много его, как бы, в данном тортике не хочется. Поэтому сейчас я обмажу стружкой, обсыплю, точнее, стружкой. Вы же можете сделать... То есть крема еще достаточно много осталось. Вот еще целая бадья. Еще его можно использовать. Даже на один торт еще хватит, на такой же. Поэтому поступайте так, как вам больше хочется. Как вы считаете нужным, я сейчас посыплю стружкой. Та-дам! Вот такая красотень получилась. Смотрите, такой он высокий. Я его взвесила. Он так-так-так. Получился у меня где-то 650 грамм. Чуть больше половины килограмма. Ну, в принципе, вот так. Вот эти штучки, я сейчас вам покажу. Я купила в биме. Вот такие вот, типа как печенюшки. Это как зефир такой воздушный сверху. Я печенье это убрала. И вот так, чтобы вам видно было. Хиндистан, Дживизи, пуф. В общем, поняли. Так что будете смотреть. Вот такого плана украшения есть, вам нравится. И миндаликом здесь украсила. И все. Получился такой прям, даже я бы сказала не то, что Рафаэлла, а получился такой какой-то снежный, снежный, зимний, новогодний. Еще елочкой украсить вот так по бокам. Живой. И будет прям новогодний какой-то тортик. Так. Ну, я в разрезе покажу немножко позже. Пускай постоит, пропитается хорошенько. Осталось тесто, да, которое не использовано. Я вырезала с помощью стаканчика вот такие маленькие кругляшки. Точно так же украсила кремом, потому что его вполне еще осталось. И вот граната, это может быть вишенка, даже будет красивее. Либо малинка, либо клубничка, в общем-то, в общем, что у вас есть, можете украшать. Так что вот еще одна такая идея. Вот такой порционный, как бы пирожный, как бы тортик у вас получается. И вот так мы отрезали кусочек. Смотрите, какая красота внутри. Очень симпатичненько. Такая вот потрясающая паста, тортик. Смотрите, какие у нас ровненькие слои. Какая красота. Синий, 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 синий. Ну и, конечно, только мне надо снимать. В эту же секунду кому-нибудь надо зайти в комнату и начать делать ремонт. Это однозначно. Вот эта голова, вот кто я. Иди сюда. Нет, не туда. Иди сюда. Сюда. И скажи всем привет. Скажешь всем привет. Поможешь? А привет? Скажи привет. Ну, скажи привет. Ну, привет. А пушку маме дай. А маму поцелуй. Нет. Бай-бай. Бай-бай. А маму поцелуй. Дай маме бучку. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Дай бучку. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Прошу. Пошли. Ну, бучку. Да. Да. Тебе нравится? А бусиньку? Маме бучку. Дай бучку. 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 Пожалуйста. 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 Умирай. Не дал Скажи, Пашка, будьте счастливы, друзья Будьте счастливы, друзья Пусть у вас все будет хорошо Пока-пока Пока 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 Вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok